говоря про Китай, про китайский язык, что маленькие в его семье говорят прекрасно по-китайски. Но, правда, не указал, кто эти маленькие в его семье. Сергей Олегович, тут, конечно, для конспирологии прям прекрасная почва. Что вы думаете, что за маленькие представители семьи Путина говорят по-китайски? Ну, опять, тут не для конспирологии, а для анекдотов, потому что он сказал, «маленькие члены моей семьи». И сразу, естественно, родились мемы по поводу того, что у Путина семейные члены маленькие, и все это, значит, и говорят по-китайски. И китайские, да. Да, вот. Я так думаю, что он говорит, конечно, о детях своих дочерей, то есть о своих внуках. Ну, естественно, народ додумывает, что думают, какие дети там откабаевай, не кабаевай. Я в это дело очень слабо верю, то есть не верю практически никогда. Я считаю, что вся история с Кабаевой и с любовницами Путина – это отвлечение на негодные объекты для того, чтобы отвлечь народ от реальных вопросов, что Путин каждый год делал в Туве, в тайге Шойгу, в голубь торсе. И вот, чтобы отвлечь от этого вопроса, придумали Кабаеву в свое время. Такая себе горбатая гора по-русски. Да-да, горбатая гора. Ну, а то, что он это самое сказал, он же сказал, что английский тоже не надо забывать. Мы типа ни с кем вообще-то не ссорились. У нас вот элиты, мы с элитами поссорились, вернее, они с нами поссорились. Это для Путина. А мы-то вообще миролюбивые. Вот, кстати, вот это чуть-чуть мы можем договорить про Монголию. Монголия вообще могла бы его не звать. То есть она могла бы все свои вопросы другим путем. То есть вот ее ошибка в том, что она позвала. Или тогда уж не подписывала римский статут. То есть либо вы крестик снимете, либо вы трусы наденьте. А, значит, без трусов, но с крестиком – это как бы не очень хорошо. В публичном месте, я имею в виду. Вот. И с другой стороны, если вы посмотрите речь, которую произнес президент Монголии с абсолютно хамским именем, то есть по-русски это звучит… Мы понимаем, что все наши ругательства этнически вроде бы произошли от монголок, поэтому там все на хе, на хе, и все это звучит очень неблагозвучно. Он произнес очень неблагозвучную речь, которую либо можно воспринимать как полный троллинг Путина, либо как жуткую совершенно страшную речь, потому что он сказал, что Путин – это главный гарант мира, соблюдатель международного законодательства. То есть, ну вот, если считать, что… Вы знаете, как в фильмах такое было, вот когда вас берут заложники, вас сажают перед камерой, и вас заставляют какой-то текст, который вот написан этими самыми террористами, а вы же заложник, вы вынуждены его почитать, иначе, так сказать, вас убьют иначе. Извините, у меня кончилась батарейка на этом самом. Вот видите, свет, оказывается, отключается не только в Киеве, а и в Париже у нас свет отключили. Вот у меня остался другой свет, поэтому, так сказать, мы сейчас добавим. Вот. Но этот самый монгольский президент, он произнес, ну просто жуткую совершенную речь, как будто Путин вообще светочь международного, защита международного права. Вот это, конечно, была ошибка вкуса, вкусовая ошибка. Вот это его никто не заставлял делать. И то есть, если бы он нам подмигнул, и мы поняли, что Путин просто его заставляет, вот как террористы-заложника заставляют читать эту речь, но ему надо было подмигивать, чтобы мы понимаем, что это все под давлением. Ну как-то там незаметно в кадре сделать какой-то жест, который говорит о насилии открытом. А если есть какие-то вещи, точно так же, как когда вы пишете какое-то сообщение, то там три точки надо ставить, там вот есть какие-то вещи. Вот если вас заставляют подписывать какой-то юридический документ, то вы ставите свою подпись и ставите три точки. Или еще какую-то букву. Вот если вы ее поставили, и она не заметил ее, там нотариус или кто-то там адвокат не заметил, то все поймут, что вы потом в суде скажете, что вы ее поставили под давлением. Еще про Монголию спрошу, ведь в Международном уголовном суде представлена Монголия, есть судья из Монголии. Какие могут быть последствия, как думаете, для Монголии? Имеет ли для них это значение или дружба с Путиным дороже? Я думаю, что из реал-политик дружба с Путиным дороже, то есть в ближайшей перспективе, а в долгосрочной перспективе для них последствия могут быть. Но, увы, я перечитал этот самый римский статут, он очень беззубый, то есть там передается просто на решение ассамблеи, а ассамблея выносит им порицание какое-нибудь там моральное. То есть на самом деле ничем это им не грозит. Сергей Олегович, в комментариях пишут, что Жернов не настоящий, настоящий Жернов живет в Париже, в Париже жарко, что-то он в свитере сидит. Извините, я цитирую. У нас в Париже, вот те люди, которые пишут, что в Париже жарко, они не слушали наш разговор с Василием, который состоялся перед включением микрофона. Потому что Василий говорит, у нас в Киеве еще до сих пор 30 и больше, а я ему говорю, а у нас второй день так холодно, что я сижу в свитере, потому что холодно. Потому что у нас резко плодало, у нас на самом деле упало. То есть мы потеряли, у нас было там 30, а сейчас у нас было там на улице 15. Но когда у вас там 30-35 в течение 10 дней, то эти даже 20 вы воспринимаете как очень холодно. То есть мы потеряли там 10-15 градусов. Единоразово там в течение там суток. Вот. И в общем холодно просто. Поэтому свитерок надел. А у нас, да, кстати, с точностью до наоборот. У нас когда у Сергея Олеговича жара, у меня холодно на улице. И наоборот. У нас сейчас, ну, правда, в Киеве сейчас вечером уже 25 где-то градусов, но днем было больше 24. Было больше 30. Достаточно душновато. Так, идем, дорогие друзья, дальше. 20 часов и 8 минут. В Киеве, в Украине. Следующая тема. В заголовье я вынес Ксению Собчак. Почему? Поскольку многие, долгое время она вот играет, или играла уже, наверное, в прошедшем времени, лучше говорить, такую полулиберальную, полудемократическую, такая. И вместо Навального она на выборах была, когда Навального не допустили. Вот такая, вся такая, против войны и так далее. Там даже бежала из России. Помните, там, что через Беларусь, потом возвращалась. Так вот, мне кажется, Ксения Анатольевна вскрылась. Два ее сообщения, которые одно я процитирую дословно, второе так по памяти. И так, что сегодня написала дочь Собчака и, соответственно, крестница Путина. Напомню зрителям, кто забыл. Итак, что она написала? Цитирую. «Я хочу сказать слова о человеке, которого я столько критиковала. А в итоге, вот так бывает, тот, о ком ты думал хорошо, поступает плохо. А тот, о ком ты думал плохо, оказывается настоящим человеком. И когда приходит трудный момент, именно этот человек оказывается рядом. Маргарита Симоня. Маргарита, прости за плохое. И спасибо тебе за твое большое сердце», написала Ксения Собчак сегодня у себя в Телеграм-канале. А буквально пару дней назад она писала о том, что вот раньше, когда война была, раньше можно было быть против войны, но сейчас, когда война идет на твоей территории, нужно определиться, ты за свою страну или ты против нее, пишет Собчак, забывая указать, кто начал эту войну, собственно. Кто стал виновником, чьи солдаты топчут чужую землю, проливают чужую кровь. Мне кажется, что вы думаете про Собчак, про Ксению Анатольевну, про ее отца и про ту дружбу Собчака с Путиным? Какую роль это сыграло в становлении Путина тем, кем он стал сегодня? Ну, вы знаете, поскольку мы не увидели три точки в конце каждого сообщения Ксении и Собчак, то мы тоже понимаем, что ее не держат в заложницах. Хотя на самом деле ее держат в заложницах. Да, потому что мы помним ее историю с Чемизовым, по-моему, когда там или с кем-то там она выясняла отношения. И когда она там сбегала куда-то там в Эстонию, что ли, а потом вернулась, когда ее заверили, что ее не посадят. А вот, правда, менеджеры ее компании посадили такие. Да. На самом деле она находится, конечно, в заложниках у путинского режима. И это означает, что добрались до самых проверенных. То есть теперь... Вот раньше же понятно было, что Путин дал некое обещание Собчаку заботиться о его семье. И он действительно заботился о семье. Вот у него было два таких обязательства. Семья Ельцина и семья Собчака. То есть те люди, которые его вынули из грязи и сделали в князе. То есть вынув из КГБ, я его сначала муниципальным начальником в Питере и миллионером. А потом семья, значит, этой самой Ельцина, Таня Диченко и Валя Юмашев сделали его президентом. И он имел обязательства перед теми и перед другими. И свято их соблюдал. То есть Валя Юмашев до 22-го года числился, что мало кто узнал, советником президента Российской Федерации. У него была ксива, он ходил в Кремль. Он там ничего не делал, получал зарплату. Но самое главное, это ему давало статус, возможность пользоваться кремлевкой, гаражом кремлевским, кремлевской больницей и так далее. Хотя, в принципе, он достаточно богатый вроде бы человек, которому это нафиг все не нужно было. Лечиться мог бы ездить в Швейцарию и так далее. И Собчак, и она сама, и ее мама Нарусова является до сих пор, по-моему, сенатором Совета Федерации, то есть неприкасаемым человеком тоже, потому что у нее иммунитет парламентский. И она даже себе позволяла тоже критику какую-то, что-то там высказывалось до последнего времени. А потом во время войны она пропала, но не села в тюрьму. И кто не арестовал, не убил, ничего. А Ксюша, поскольку она человек медийный, она тусовалась, делала какие-то репортажи, претендовала на какую-то оппозиционность, хотя все понимали, что эта оппозиционность такая игрушечная. Но вот последние вещи. Мы, правда, не знаем. Я думаю, что у Ксюши была огромная проблема последнюю неделю. Ей захотелось купить очень красивую сумку Гуччи, а бабок нету на нее. И вот, судя по всему, в этот трудный момент, когда очень хочется сумку Гуччи, а бабок нету, ее выручила Симонянша. И вот она поэтому разразилась такой тирадой, что вот настоящие люди тебе не помогут. Вот я просил деньги у друзей Путина, у Ковальчаков просила, не дали сволочи, Ротенберге не дали, Сичин не дал, никто не дали. А вот Симонянша взяла и, значит, дала мне там. И я купила себе замечательную сумку за миллион баксов. И теперь счастливо вышла из такого сложного жизненного положения. Ну, как вы сами понимаете, я издеваюсь на нее, потому что, в общем, на самом деле она, в общем, конечно же, все люди, которые находятся внутри Российской Федерации, рано или поздно понимают, что они находятся в заложниках. То есть либо ты становишься заложником, либо ты соучастник уже по умолчанию. Вот теперь осталось ждать, когда такой же пост-видео сделает профессор Соловей, который тоже вот там до сих пор говорит, что вот его не сажают, потому что за ним стоит мощная кремлевская группировка. Вот. И ждем, когда он снимет, значит, видео, где скажет, Николай Платоныч, ты, конечно, был хорошим человеком, но вообще ты гад, сволочь, потому что Чемизов лучше тебя. Вот. И поскольку он мне теперь платит больше, я теперь тебе буду говорить, что Чемизов всем управляет, а совсем даже не Патрушева. Кстати, Патрушева опять не взяли в визит в Монголию. Путин его категорически не хочет брать никуда. Вот. И даже тогда, когда обсуждали дела в этой, в Туве, Патрушев как вице-премьер, курирующий сельское хозяйство и природные недра, значит, он там высказался, высказался, конечно, ужасно совершенно, а вместо него в Монголию поехал министр как раз этих самых природных недр. То есть Патрушеву надо было туда ехать, Монголия ведь это страна, которая торгует, так же, как и Россия, своими природными недрами. Это главное богатство Монголии. Вот. Потому что в Монголии такая же таблица Менделеева, как и в Российской Федерации, а может быть даже побольше. Вот. А территория поменьше, и они полностью не разработаны, то есть там можно вкладываться сколько угодно, но почему-то вице-премьер, который заведует природными ресурсами, туда опять не поехал. Так же, как и в Китае. Вот. Ну, Ксюша, если у кого-то были еще какие-то сомнения по поводу того, какая она там оппозиционерша, то, в общем, понятно, что... Но о какой оппозиции вы можете говорить изнутри концлагеря? Да. Поэтому все, кто думает, что Венедиктов – это человек, который является оппозиционером, они же понимают, что человек, который существует, вот там «Эхо Москвы», который существует на деньги «Газпрома», ну, какая это оппозиция? Ну, да. Лучший друг которого – Песков. И он этого не скрывает, а говорит открыто во всех интервью. Поэтому, да, конечно. Ну, и да, и Собчак тоже такая себе оппозиция. А вот по поводу, да, таких теплых слов в адрес Симонян я, кстати, под оплеки не знаю. Понятное дело, что вы иронизируете про счет денег и сумки. Но, дорогие зрители, вдруг вы знаете, вдруг где-то в каких-то пабликах, где-то мелким шрифтом рассказывалась эта история. Чем же так помогла Маргарита Симонян, главный редактор, руководитель «Раша Тудэй», главного пропагандистского кремлевского ресурса. Расскажите, пожалуйста. Это очень, кстати, интересная тема. Может, к следующему эфиру будет известно. Но, как мне показалось, вот Собчак такими заявлениями, мне кажется, окончательно вскрыла карты, показав, что никакой она не оппозиционер. Это, кстати, таким недавним, ну, как недавним, голая вечеринка была еще до Нового года, вот предыдущего, но она вышла единственная сухая, сухой из воды, хоть и была в таких же трусах, как все остальные там. Ну да, в общем, голая, но сухая. В сухих трусах, да, вышла. Остальные-то там немножко взмокли. Здорово, как немножко. Так, идем дальше. Еще одна важная тема. Я про ракеты. Помните, на самом начале я говорил, что это... Мы упомянем еще эту тему. Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с нидерландским премьер-министром Диком Схоуфом объяснил, что удары по военным целям России в России с использованием западного оружия зависит как от получения разрешения от стороны поставщика, так и от самих дальнобойных средств поражения. Если одна из этих стран, например, разрешит удары и такие месседжи уже есть по дипломатическим каналам, а также в медиа, мы должны знать, дала ли эта страна на данный момент соответствующее оружие. То есть, нужно не только разрешение, нужно еще получить это оружие. Пояснил президент, глава государства, добавил, что существовали договоренности, что мы все получим. Это цитата, но отказался уточнять о чем идет речь. Вот такая тоже интересная дипломатическая игра получается. То есть, какая-то из стран может публично дать разрешение бить их ракетами или их оружием по военным объектам на территории Российской Федерации, но не предоставить или предоставить в очень малом количестве сами эти ракеты. Вот как получается. Да, так получается. Там сложная ситуация, потому что, вот мы, допустим, выяснили, что есть вот Storm Shadow и Scalpe французские и Taurus и немецкие. Это примерно одна и та же ракета. Поэтому ее делал некий концерн из нескольких стран европейских, а софт американский. И поэтому, когда англичане дали разрешение, вот французы используют свою ракету, но она вместе там создана, но ее софт полностью весь французский. Поэтому, когда французы предоставляют свои скальпы, то украинцы могут ими бить туда, куда разрешает француз. Французы разрешают бить километров на 100 этими самыми ракетами или на 150. Они потенциально летят на 500. Все эти ракеты крылатые, они потенциально летят на 500. То есть, они потенциально могут долететь до Москвы, если встать на северную границу. А вот у англичан Storm Shadow, которые, в принципе, англичане же были чуть ли не на боевом коне, там впереди с Борисом Джонсоном, который говорил, да, бейте куда угодно, всем чем угодно. Но выяснилось, что ракеты то само они дали, не очень много, но дали. Разрешение дали. Но поскольку там софт американский, то американцы не дают свое разрешение. И поэтому даже англичане отозвали свое разрешение. Вы помните, там был такой момент, мне очень приятный, когда новый министр обороны сказал, что все отлично, а новый премьер-министр его тут же поправил, сказал, ничего отличного нету, мы ничего не давали. Вот. И у нас еще до сих пор идут переговоры с американцами. И американцы пока нам не дадут, не подтвердят все это дело, мы окончательно подтвердить ничего не можем. Плюс я так понимаю, что идет разговор постоянный об американских, мне не нравится слово дальнобойных ракет, потому что они никакие не дальнобойные. Потому что, понимаете, есть классификации, когда у вас есть межконтинентальные баллистические ракеты, потом у вас есть ракеты средней и меньшей дальности, и потом есть оперативные ракеты. Вот эта история с дальнобойными, это на самом деле такая история абсолютно журналистская, это не военная классификация, но подразумевает, что они бьют там дальше, чем 200 километров. Но это не дальнобойные. Дальнобойные это когда бьют на 10 тысяч километров или на 5 тысяч километров. Вот. Но... Даже какие-нибудь томогавки, да, там полторы тысячи километров, уже хотя бы, да, но не 500 точно. Ну, не какие-нибудь, а томогавки. Нет, я со всем уважением к томогавкам в надежде, что Украина их получит рано или поздно, лучше рано. Да, да. Ну, вы знаете, откровенно говоря, даже теми же Скальпами и Storm Shadow, если бы разрешили хотя бы бить на половину того, чего они бьют, хотя бы на 250 километров вглубь российской территории, то уже проблема была решена на 95 процентов. По крайней мере, для того, чем... как справляться с фронтом. Потому что на фронте всю логистика, вся логистика отодвинута на 150 километров. То есть, грубо говоря, вы хаймарсами не добивайся уже до этой логистики. И нужно что-то такое, что добивает там, ну, километров на 200 за линию фронта. Вот. А лучше на 300. Вот. А еще лучше на 400. Вот. И вот этот самый разговор. Но разговор о ракетах сейчас идет постоянно, потому что сейчас уехал Гермак и умер в США. И там встречаются в Пентагоне, там и как раз разговоры об этом ведут. И сам Зевенский судя по всему едет на Генассамблею Организации Объединенной Франции, где он будет встречаться с Байденом, где он будет встречаться с Блинкиным. Вот. И подготовка уже, вот это подготовка дипломатическая. То есть это... также он будет встречаться с кандидатами в президенты. И плюс с кандидатами в президенты с обоими. Вот. Ну, если они захотят с ним встречаться, потому что Трамп может сказать, типа, я не хочу с тобой встречаться. Вот. С него станется. Он человек такой. Вот. Хотя, в принципе, он... У него эго достаточно большое или эго. То есть встречаться с действующим президентом, так сказать, он, возможно, и захочет. Но он может и отказаться. Камела Харрис наверняка встретится. Вот. Так что, вот, я так думаю, что все эти разговоры, это вот подготовка к этим встречам в Америке, потому что, конечно, от Америки зависит, потому что там есть Атакамс, которые... о которых давно идет разговор. Там есть еще вот эти непроизносимые ракеты, там с труднопроизносимой аббревиатурой, которые тоже бьют достаточно далеко. И плюс, я вам напомню, что президент Зеленский сказал совсем недавно, что у Украины есть своя новая собственная ракета. Да. Баллистическая ракета. Вот. Это к тому, что на самом деле у Украины есть такой научный потенциал, и уж Марш вполне себе может сделать любую баллистику, в том числе межконтинентальную. Там дальше вопрос просто о том, какая электроника, деньги, на какие деньги все это будет сделано. То есть это дорого, на самом деле, просто. Вот. Но потенциально Украина может себе сделать и очень солидную баллистику, которая бьет на много тысяч, и это все будет летать, это все будет работать. Вот. И это, кстати, Зеленский специально сказал, что для Путина, что типа, если к тебе что-нибудь прилетит куда-нибудь вот баллистическое, там в какой-нибудь Мурманск, то это наш, это знай, да, вот заранее тебя предупреждаем, что типа, не пытайся нажимать на красную кнопку в отношении американцев, французов и так далее. Это мы сами, с усами, мы сами можем такие штуки делать. Да, да, очень точно подметили, Сергей Леонидович, и мне кажется, такой месседж был услышан наверняка там в Кремле. Еще одна история, которая развивалась в течение этой недели, это холодильник для Лаврова. Это, значит, как код Шрёдингера, как, значит, непонятно, то ли полужив, то ли полумертв, полнилась слухами, значит, что Лавров, в общем, как там про лошадь говорят, что, да, лучше... Ну, в общем, что вы думаете об этой всей истории, чем она закончилась, и был еще один, кстати, такая информация, не имеющая пока подтверждения, что якобы Лавров сделал заявление, не хочет выйти из игры политической, уже мог, хочет на пенсию, что-то там бабочек ловить. Ну, на самом деле, дыма без огня не бывает, и какой-то огонек там был, и, соответственно, было много дыма. То, что мне удалось узнать, это то, что, на самом деле, у Лаврова сердечко пошаливает довольно регулярно, и когда оно у него пошаливает, у него бывают довольно серьезные кризи, то есть, скорее всего, у него был сердечный приступ серьезный, вот, то есть, реально, там, в воскресенье, вроде бы, вокруг его дачи, там, какой-то кордон поставили, туда несколько скорых выезжало из ЦКБ, из Кремлевки, вот, и поэтому понеслась сразу история о том, что лошадь отбросила копыта, вот, а потом, на следующий день, он приехал в МГИМО, произнес речь, и дальше собирается лететь на ген, на сессию генассамблеи, возглавляет делегацию Российской Федерации, вот, но он же старенький, в принципе, они же все старенькие, они же все 70-летние старички, а в Российской Федерации это много, это, это то же самое, что вот Байден в Америке 80-летний, потому что Российская Федерация там живут на 10 лет или на 15 лет в среднем меньше, чем в Соединенных Штатах Америки, вот, и поэтому ему, конечно же, хочется уже на покой уехать просто отдохнуть куда-нибудь, так сказать, наслаждаться последними моментами жизни, а не сидеть постоянно на каких-то совещаниях, произносить какие-то жуткие, жуткие слова, вот, и поэтому у него был, был какой-то, судя по всему, просто сердечный приступ, но его откачали и накачали наркотиками, и сначала приехал он в ГИМО, чтобы доказать, что он живой, здоровый, вот, кстати, выглядел как огурчик, в общем, там довольно, довольно хорошо, стоя, стоймя, произнес свою речь, вот, а мог бы присесть, вот, как Путин, Путин сидел полтора часа, а Лавров стоял, а, в общем, годы-то у них одинаковые, вот, и дальше Лавров полетел, полетел, значит, летит скоро в Нью-Йорк, а Путин улетел в Владивосток, или его двоих летел в Владивосток, потому что, кстати, в Монголию, я не исключаю, что вот туда могли послать и двойника. Субтитры сделал DimaTorzok